Дорогие соотечественники! Дорогие, однажды один греческий мудрец сказал незабываемую знаменитую фразу, сентенцию. Он сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. На что ему спустя два тысячелетия один мудрый еврей возразил, а вот в ложу можно войти сколько угодно раз. На моей памяти слова, вернее словосочетание «устойчивое развитие» мелькало многократно. В прессе, в телевидении, радио, чаще всего, это странное словосочетание почти оксиумарон, устойчивое развитие, вызывало во мне всегда какое-то чувство удивления. В реальности я не видел никакого устойчивого развития. А слово это, словосочетание, чаще всего мы слышали из Брюсселя. Вместо устойчивого развития видим Брексит, выход в Великобритании, видим проблемы с мигрантами, с терроризмом и масса чего другого. Мы видим, как зашаталась махина Дойче Банка, какие-то дядечки позаботились дать понять немцам, что уж больно, как говорят молдаване, шье у нас у Лапуртари, да, и многое вот такое другое. Ну и, конечно, вот это наша голубая мечта наших правых политиков, значит, в Европу, господа, в Европу трава не расти. И вот как-то смотрим мы, и вот подобно вот этой луже, вот эта мысль о Европе, о Европе, которая сама не знает, о каком она устойчивом развитии она говорит, наши хитрованы начинают сейчас плакаться. Вот слышали мы недавно некоторые политологи, у нас украли мечту. Это какую мечту украли? У нас украли светлое европейское будущее. Подождите, ребята, вы говорите о вашей голубой мечте. Вы говорите о том, что у нас народ несознательный, что у нас политический класс недозрелый, что у нас многое чего такое, и вот в конце концов вот этот неправильный народ с неправильными мозгами, естественно, неправильные чиновники и политики, украли мечту. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, об украденной мечте, об устойчивом движении в Европу, которое осуществляет устойчивое развитие, мы сегодня поговорим с замечательным человеком, человеком колоссального государственного опыта, колоссального политического воззрения и понимания, философом, автором очень многих серьезнейших книг. И я бы не назвал это публицистикой, хотя в субтитрах, там у вас на экране видите Юрий Рожка, публицист на самом деле, это мыслитель, государственник, человек, который не реализовал себя, я думаю, и на 33%, потому что две трети его ждут впереди. И пожелаем ему счастья и поздравим его с приходом на нашу авторскую программу «Позиция». Юрий. Приветствую, Виктор, очень рад тебя видеть вновь. Ну что, первая реплика в голове. Украли мечту. Подожди, что там? Ты сказал, что у наших политиков есть голубая мечта Европы. Мне кажется, что это мечта голубых, потому что только голубые рвутся в Европу, там у них много прав. Да, вот в этом смысле. Да, кстати, о голубых, я все упоминаю об этом деле. Недавно голубые поддержали Майю Санду на президентские выборы. Я думаю, что у нее будет столько же голосов, сколько у нас голубых. Вот так получается. Но раз ты сказал о голубой мечте Европа. Европа, она очень разная. Можно я про фразы? Просто скажу, я очень внимательно слежу за политическим... Знаешь что, я вот единственное, вот хочу так сказать, чтобы в меня крики биотийцев и бросателей камней не обрушили сразу. Я хочу сказать вот что. Да здравствует Европа, в центре которой мы находимся. Это точно. Да здравствует ее великая культура, ее великие мыслители, ее величайшие достижения, которые она, вклад, которые она внесла в человечество. Я абсолютно согласен. В этом плане. Не нужно обладать Европу с Евросоюзом. Да здравствует такая Европа. Но когда я вижу этих чиновников из Брюсселя, которые накатывают к нам всякий раз, когда чувствуют, что чего-то тут земля ускользает из-под ног, или когда им необходимо, значит, показать, что вот они критикуют, тут нас, понимаете, тут наши политики, мол, значит, то история успеха у этих ребят, то всякие махания пальчиками, не очень грозные, ни к чему не обязывающие. Вот такую Европу, очень напоминающая. Одно государство, почившее не в Бозе, я думаю, ты не удержишься. А СССР? СССР. А давай, и поехали. ЕС это ЕС, СССР, когда мне... В чем сходство? Ну, во-первых, когда мне сказали об этом... тоже много чего хорошего. Положительного, конечно. Но этот проект пришел к своему логическому концу. Когда мне Владимир Буковский, известный советский диссидент, который уже лет 30 чем-то живет в Великобритании, говорил мне в Париже на одной премьер-межрежной конференции, уже вечером сидели, там пили вино, он говорит, Юрий Иванович, да ты же молодой парень, ты не понимаешь, это тот же Советский Союз. Я говорю, как так, профессор? Быть не может. Это же Европа. Прошло пару лет, и меня догнало, что профессор Буковский был абсолютно прав. Даже книжку издал, на многих языках появилось, и даже видеоролик есть в интернете, там, по-моему, минут пять. Евросоюз равно СССР. В чем сходство? Та же бюрократия прогнившая, та же номенклатура. Между прочим, в странах, даже в старых странах ЕС, довольно холодно, чтобы не сказать, презрительно относятся к евробюрократии. Вот мы иногда путаем, что Европа, европейские народы, европейские нации, и брюссельская бюрократия, это совсем разные вещи. Поэтому, очень сильные политические течения и партии, которые защищают свои национальные интересы против Брюсселя. Это и во Франции, это и в Бельгии, это и в Италии, это и в Германии, везде так называемые суверанисты или патриоты отстаивают интересы своих стран, которые попираются Брюсселем. Потому что Брюссель представитель крупного капитала. Нужно понимать, что вот эти вот так называемые политики, это есть у них свои кукловоды, а кукловоды это банкиры. Евросоюз это проект банкиров, которые придумали себе огромный рынок сбыта и огромный рынок труда. Поэтому этим банкирам мигранты даже очень нужны, потому что это дешевая рабочая сила. Им не нужны немцы, им нужны французы, итальянцы, им нужны люди из бедных регионов мира, которые будут согласны работать за копейки. Правда, эти люди иногда стреляют, взрывают бомбы, это другое дело. Но ребят, которые живут в дворцах с хорошей охраной, эти бомбы террористов не достают. Вот это вся прелесть их ситуации. Что касается европейской мечты, ну, у нас есть одно преимущество, к сожалению, оно есть. Семь лет живем под властью, которая обещает нам золотые горы. Ребят, так кто же вам мешает? Ну, кто? Дадон мешает, я не знаю, там, Рината Усатый мешает, Воронин мешает. Кто вам мешает за семь лет с ГАКом показать хоть по одному параметру положительные вещи? Вот есть движение вперед, есть подъем в экономике, в социальной сфере, в внешней политике, в уменьшении количества мигрантов молдавских, в демографических показателях. Где? Где эта европейская мечта? Это раз. Вот я перед передачей тебе говорил, ехал к вам в студию, вижу огромный плакат Михаила Гимку, престарелого политика, который не вовремя ушел, скажем так, на вторые роли или просто на там почетные роли. Написано, объединение решает борьбу с коррупцией. И приводит пример ДНА, департамент по борьбе с коррупцией в Румынии. Я недавно дочитал книгу одного румынского очень известного экономиста, который называется «Румыния о колонии на периферии Европы». Румыния – колония на периферии Европы. Кстати, у него специальная там глава о борьбе с коррупцией в Румынии. Говорит, ребят, очень хорошо, что наших начальников, наших бизнесменов румынских сажают. Но получается так, что в деятельности этой конторы никогда не попадался ни один западный инвестор, хотя вся румынская экономика находится под контролем западных транснациональных корпораций. Я не хочу вот такого варианта для Республики Молдова, когда будут избирательно сажать тех, которые не угодно западным инвесторам. Конечно же, нужно давать отпор коррупции. Есть еще одно интересное наблюдение. я часто встречаюсь в Бутучене, приезжают все, и дипломаты, и политики, и простые люди, и так далее, и заходят ко мне туда, в этот дом, где ты бывал не раз, в эти места. Даже в Фогове бывал. Да, и самое интересное, вот когда заходят значит, гости из Румынии, нормальные мужики с нормальными мозгами, без вот этих вот всех вещей, вот, и когда обсуждаем, я их за язык не тяну. Вот они сами начинают, когда я говорю вот о наших проблемах, они меня перебывают и начинают возмущаться своими проблемами. И они говорят, у нас почему-то, когда сажают, говорят, почему-то из тех политических сил, которые у руля, у власти, не сажают никого. В сухом остатке всегда оказываются неугодные. Полиники-то уже ушли от власти, оказались в оппозиции. Вот, говорит, над ними там сажают, там руки выкручивают, все, что угодно. Но, говорит, никого из истеблишмента, который на данный момент клану руля или группа кланов, никого, говорит, не трогают. Но не могут, потому что эти органы находятся под властью все-таки руководства страны. Я хотел бы вернуться к этой... Я хочу спросить, если они сами говорят, что мы вот этот умнейший человек, который сентем ломаржин Европы, то есть мы на периферии Европы, в статусе колонии, в статусе колонии, я подчеркиваю. тогда мы периферия периферии. Ну, смотри, я сейчас очень внимательно связываю. Я правильно сказал? Абсолютно. То есть, если мы равняемся на эту периферию, тогда мы периферия периферии. Так ли это? Ну, смотри, что происходит. Почему Румыния, Болгария, другие страны посткоммунистического пространства были интересными для Запада? Это 5 или 6 бывших колониальных держав, которые несколько столетий там контролировали весь мир, поработили всех, ограбили и так далее, стали очень кучерявыми и богатыми. Теперь получилась такая ситуация. Развал СССР для этих западноевропейских держав, ну, просто был очень удачным событием. Почему? Потому что уже поднимались крупные, гигантские экономические чудо Азии. Это и Китай. Это и Южная Корея. Это и Сингапур. Это и Тайвань и так далее. И уже европейцы не выдерживали эту конкуренцию на мировом рынке. И тут раз открылся. Раб сила дешевая. Раб сила дешевая. Можно все скупать под видом приватизации. Можно все под себя. Человеческий капитал за даром. Под себя. Все фабрики, заводы, все природные богатства под себя. Это произошло и в Розе, и до Путина и так далее. Это происходит во всем нашем регионе. рассширение Евросоюза, хотя это нам не грозит и слава Богу. Мы говорим о том, что транснациональные корпорации, крупный бизнес, крупный капитал расширяет свои возможности дешево и быстро заработать огромные барыши для того, чтобы их утащить обратно. Я приведу один молдавский пример. Я не хочу уже третий раз упоминать на моей передаче упоминал об этой дамочке, но приходится, потому что люди зачастую не понимают что такое западные инвестиции. Я приведу только один пример. Унион Феноса 1999 или 2000 год. Это испанская транснациональная корпорация закупила у нас электросети. Дала 20 миллионов долларов за все. Дала копеечки. За год. Но доход составил 48 миллионов долларов. Я говорю, дали копеечки. Теперь у нас есть один кандидат Сильвия Раду. Конечно, у нее никаких шансов, наверное, спойлеры и так далее. Но просто я посмотрел на ее доходы за прошлый год. Ну, ребята, неприличная эта дамочка получает полмиллиона леев. Виктор, официально зарплату как менеджер в ГАЗ Натурал Феноса. Ее доход за 15-й год составляет примерно 13 миллионов леев. Включительно бонусы, премии, участие на финансовом рынке Республики Молдова, на финансовом рынке Европы. Так если это дамочка, которая является просто менеджером... Это при том, что цены тарифы на электронер... Вот когда они плачутся в Наре, говорят, ой, маленький тариф, это не рентабельно. Так если это дамочка, простой служащий, начальник, получает около 12-13 миллионов в год. Чистоганом. Так сколько отсюда выгребают наши друзья испанцы? Разве наше государство не было в состоянии просто держать в функциональном виде вот эти вот сети? Покупают Бриднестровцам, продают нам. А вот эта разница очень интересная. Кстати, о западных инвестициях. В Румынии то же самое, в Болгарии то же самое, в Венгрии немножко по-другому, потому что там Виктор Рубан немножко их закрутил. Вот на него грязь идет. Ну да. Нужно понимать, что развитие не может произойти при помощи так называемых внешних партнеров. И поэтому все иллюзии нужно отбросить в сторону, не путать европейскую цивилизацию и культуру абсолютно исключительно в истории и науку и технологии абсолютно исключительной важности вообще в истории человечества с интересами крупного капитала. Все. Старик Маркс был прав. И брюзельских чиновников. Да. Может его его рецепты как нужно строить другого общества не было очень удачно выстроено Марксом в этом отношении. Поэтому и потом нужно понимать, что Евросоюз наладан дышит. Я повторяю это тысячи раз. Когда мы говорили о том, что СССР развалится, на нас смотрели как на сумасшедших. Как это? Глобальная империя. Бомб-амбл. Все. Под собственной тяжестью. Все. Проект рухнул. Теперь очередь Евросоюза. Я очень внимательно наблюдаю за тем, что происходит сейчас в Америке. Вот эти президентские выборы. Слушаю речи Трампа. Трамп говорит нам нужен экономический протекционизм. Нам нужен экономический суверенитет. Мы должны заставить все транснациональные корпорации вернуться из третьего мира в нашу страну. И рабочие места вернуть в Америку. Вот это да. Мы должны или другой очень важный Петрик Бюкенен. Сейчас новую книгу издал Бюкенен. Старик говорит ребята мы за 10 лет потеряли 55 тысяч предприятий которые ушли в бедные страны. У нас более 25 миллионов безработных. Нам нужно бороться с собственной корпоратократией с собственными финансовыми группировками. Потому что она транснациональная. У них родины нет. Да. И поэтому чтобы не думали что только республика Молдова страдает. Конечно у них менее заметно. Может быть но сейчас средний класс исчезает и в Западной Европе и в Соединенных Штатах. И борьба она против тех же глобальных элит. Против глобализма как идеологии против глобализации как процесса. И поэтому мы не исключение. Мы часть общего правила. И процесса в общем. И процесса. Поэтому мне импонирует любой политик пусть он называет себя правым или левым который говорит ребята мы знаем как отстоять национальные интересы республики Молдова. Что такое экономический суверенитет. Как нужно вести диалог с Москвой с Бухарестом с Брюсселем исходя из наших национальных интересов. Ты заметил что меня очень это коробит в последние годы вообще у республики Молдова нет внешней политики. Вообще. Мы просто берем копипейст наши руководители скатывают с дискурса официального дискурса Вашингтона и Брюсселя и повторяют как попугаи. А где же наши интересы? И пользуются этим как щитом. Да. Это не может быть национальной идеей или внешнеполитической деятельностью нашей страны просто повторять как попугай за тем что говорит евробюрократия. У нас вообще нет никакого геополитического значения роли в этом регионе в собственном регионе. Меня это очень тревожит и я надеюсь что вот эти выборы как-то помогут нам избавиться от нынешней власти хотя бы в должности президента. Вот давай посмотрим последний дискурс Дадона как и тебя он меня впечатлил он впервые четко и ясно сказал что никто в политическом классе нашей страны никогда не говорил он говорит я президент хочу стать президентом всех я хочу стать президентом который объединит всех это очень важный посыл который объединит вот эти метания между востоком и западом снимет этот вопрос я думаю что вот это первый политик вот за последние 25 сколько лет который это скажем так просто постулировал как основу национального интереса причем я добавлю из того что он говорит следует не просто национального в плане какой-то нации а общенационального интересно как ты смотришь на это мне очень было интересно несколько замечаний несколько там моментов вот я сказал бы даже идеологических новых для республики Молдова Игорь известно что он руководитель крупнейшей политической партии в республике Молдова которая позиционирует себя на левом фланге это социалисты он сказал следующее до сих пор я перед вами выступал в качестве руководителя крупнейшей партии которая является левого толка став президентом я понимаю что я должен находить общий язык как с левыми так с правыми как с Румынией так и с Россиями как с Брюсселем так и с Востоком и еще очень важное идеологическое замечание он сказал по-моему важную вещь что ну честно говоря нет левых и правых больше это все 19-20 век сегодня старые идеологии немножко изжили себя вот смотри Игорь вроде левый но Игорь защищает традиционные ценности семейные ценности Игорь защищает нашу церковь вроде как консерваторы правые это да это абсолютно консервативные идеи конечно в свое время коммунисты Воронин то же самое постулировал Воронин то есть в западной Европе происходит то же самое я не говорю о левых которые вместо того чтобы раньше защищали рабочий класс сейчас защищают геев это уже не левые левые означает социальная солидарность и государственники да да социальная ориентация так в этом смысле на мой взгляд Игорь он сумел вобрать свой дискурс свою позицию как идеи старых левых скажем так о социальной справедливости и солидарности как и старых консерваторов как говорят их в Америке палеоконсерваторов да то есть защита земли защита традиции цивилизации культуры церкви семьи это очень важно мне кажется что это очень важно и тем более что это было сказано накануне выборов то есть он думает о том что и это своего рода обязательство по-моему став президентом он не сможет переступить через свое слово он уже обещал публично он постулировал что ребята для меня все граждане республики Молдова одинаково ценные и вот эта очень смелая фраза по-моему что-то в этом роде он сказал я займусь тем о чем никто из бывших президентов не задумывался он говорит он займется тем что никто даже не задумывался он говорит о том что нужно изжить из себя причины исторических распри между нами один сороковый год я уже от себя добавляю сороковый год это был светлый праздник советская армия советская власть для других это была трагедия и так оно и было то есть этих людей нужно у нас разные взгляды на нашу общую историю противоречивую историю но это наши граждане это не враги государства и поэтому одни ближе к румынской культуре другие ближе к русской культуре ну и слава богу когда мы говорим о культуре и о языке но когда говорим о национальных интересах мы должны уметь вести диалог и с Москвой и с Бухарестом это очень важно и вот замечание о том что геополитическое равновесие может быть обеспечено только внутриполитической стабильностью и мудрой внешнеполитической деятельностью мне кажется очень важно у нас нет бомб у нас нет крупной экономики мы должны заменить это дипломатической мудростью и способностью понимать геополитические интересы крупных игроков с тем чтобы если хотите даже лавировать между ними а как без этого вот я тебе скажу я дипломатом стал как бы по неволе послали и стал ну как привычка работать куда не послали за тобой нищая страна надо во все вникать и всем заниматься вот я я на что обратил внимание вот ты совершенно четко сформулировал что у нас отсутствует понятие общенационального то есть всех национальностей которые у нас всех нас вместе как граждан общенационального интереса то есть и когда у нас есть четко ясно сформулированный общенациональный интерес тогда дипломаты должны не только защищать отстаивать его но и продвигать везде этот самый интерес и какое вот же было мое удивление в начале когда я попал в эту дипломатическую всю сферу когда я вдруг обнаружил что у наших дипломатов вот этот национальный интерес вот как ты правильно сказал что Игорь говорит о том что даже не задумывался никто об этом а ведь в этом то и есть наш национальный интерес какой укрепление нашей государственности так укрепление нашего общества всего вот всем играть страны консолидая железно и территориальная вот эта знаменитая проблема ведь Днестр не должен быть рекой который рассекает страну он должен стать рекой которая страну объединяет мы все преднестровцы что с левого что с правого берега вот парадокс и вот я не чувствовал что вот эти пункты я когда вот видел клянки помнишь там слетелось 18 что-то министров иностранных дел как воронье слетелось помню помнишь эти парад и я из уст этого парня я слышал только одно желание угодить показать какой он европейец и как он за Европу он локей по определению ребят он локей эту тему Юра раскрою у тебя ты был вице-премьером у тебя до сих пор товарищи сибовцы которые боялись они думали вот придет Юрий Рожка он нас тут всех там почмонит перебьет разгонит он унионист там и так далее и тому подобное после этого вот я сколько их встречаю все говорят Юрий Иванович это оторганизовал все все обеспечено поставил на задачу перехвалишь меня не назначат похвала от бывших КГБшников дорогого стоит тем более что они считали мне врагом номер один много лет дорогого стоит поэтому я считаю что ты человек вот именно опытный ты не не какой-то политолог с принципами непонятно какими да вот эти меняются эти принципы куда ветер там подует с Брюсселя или откуда да еще вот у тебя есть четкий положительный позитивный опыт поэтому я сказал ты реализовался только на одну треть ну смотри что касается двигать дальше Юры и вообще нашего отношения с западом вот я вам напомню историю Филата хотя дай его бог здоровья пусть отсидит свои сроки и добавит еще столько же ему ну всем известно что Филат был самым любимым мальчиком западного мира Евросоюза и Соединенных Штатов кто-то сюда не ездил каждый день он три раза в неделю был в Брюсселе но перетаскивал бабки видимо туда в швейцарские банки заодно но все видели что его любят Ангела Меркель что его любит Джо Байден что его любит Борозу и так далее посадили пацана никто даже не вякнул не почесался теперь такой вопрос либо им неудобно признаться что они поставили на подлеца и вора либо они такие же либо если он не виновен почему они дружат с Плохотнюком который посадил его в тюрьму я почему об этом вспомнил потому что мне кажется что Лянка будет следующим может быть даже перед Плохотнюком а ведь подписал то не Филат он Лянка подписал это правда все эти дела с миллиардами секретные решения правительства теперь Лянка еще на свободе только потому что его крушует Плохотнюк это абсолютно однозначно Лянк этот парень Дорин Драгуцану все эти ребята бывшие руководители нацбанка понятно что они пока еще на свободе потому что Плохотнюку неудобно не за чем их пока сажать то есть свалится Плохотнюк эти ребята сразу будут в тюрьме я уверен что пока Лянка фотографировался всеми этими нашими большими светилами из Западной Европы и так далее все любимчик публики и женщин как только сядет никто слова в его защиту не скажет потому что они знают что эти ребята воры что эти ребята грязные ребята а им такие и нужны и после Лянка будет Плохотнюк а почему Плохотнюк сейчас у него роль по зачистке республики Молдова от политических и финансовых группировок которые не контролируемы Западом с одной стороны это хорошо Филата посадил вот сейчас бедного Славика там Платона пытается посадить и видимо удастся потому что наверное есть за что всех остальных раскидает раз его украинцы сдали вот смотри парадокс что меня слегка так удивило хотя в общем-то было ожидаемо Фемида украинская коррупционная коррумпированная да не могу особенности национального характера Виктор ну так батенька бывает что что поделаешь и вот значит казалось да откупиться от этой Фемиды да делать нечего я думал что даже президент но видимо какие-то дядечки откуда-то кукловоды другого уровня и другого ранга и других высот видно сказали товарищам неподкупным с прокурором и судейским говорит этого сдать сдать вот что я думаю и это для меня было удивительно потому что Плохотнюк наверное лучше нас информирован кого представляет Вячеслав Платон в Москве это очень сильный финансовой группировки это очень сильная политическая поддержка такие деньги вымыли такие завязки что эти ребята никогда не простят не просто взяли как вчера позавчера полицейского или нескольких полицейских взяли взятку 100 лев ладно теперь в этом сценарии нужно понимать что люди вот такие вот грязные как наши заводилы руководители они необходимы западным центром влияния до тех пор пока они решают через них какие-то вопросы скажем так чистильщики потом слили и все и в этом смысле я вот вспомнил опять эту книжку Ильи Шербанецку она вышла сейчас в этом году два месяца назад о том как Румыния стала колонией за 25 лет он говорит еще такую вещь про этих вот его президента и премьер-министра соответственно Челош премьер-министр там уже в Румынии все пишут Челош равно Сорос или Сорос или этот как его там Клаус Йоханнес это куклы это оккупационная администрация мы же говорили что есть кукловоды куда покруче наших теперь что произошло через ДНР через этот вот департамент по борьбе с коррупцией американцы проводили зачистку они посадили там бывших премьеров там всех начальников всех боссов от политики и от черного бизнеса которые являлись сколько-нибудь самостоятельными игроками на румынском политическом и бизнес поле скажем так теперь зачистка нормальная Виктор в том обкоме не любят игрочков которые не подчиняются ниточкам эти ребята подчинялись но получается они приватизировали в пользу запада все что было возможно и кое-что в свою пользу кое-что в свою пользу эти вот руководители политические и Румынии теперь смотри впервые в истории Румынии они смели полностью политический класс и поставили свои куклы это чистенькие ребята которым не придерешься к чему я это говорю в молдавском варианте это Майя Санду почему не Андрей скажем так куколка Мальвина почему не Андрей Анастасия почему не Марианчик который уже в общем-то никому не интересен другие ребята не были подобраны американцами сказать ребят вот ваш президент чистенькая куколка потому что это белые воротнички это киллеры национального интереса которые не запятнаны в этом смысле то есть Ильянка поэтому и слили Ильянка уже запятнался все Юра ты в сторону ты нам больше не нужен значит девочку вперед вот эта девочка которую никто в лицо никогда не запомнит да вот давайте ее сделаем президентом а для чего а я тебе скажу для чего есть еще два сектора которыми западные воротилы не овладели в республике Молдова это наша земля и это наши банки да в банках много мафии там всего такого но молдавский бизнес не контролирует молдавские государства не контролируют теперь нужно славика Платона выдавить отсюда я согласен что нужно но кем заменить я очень опасаюсь что очень быстро в республику Молдова прибудут один или два крупнейших западных банка и займут весь финансовый рынок республики Молдова затем затем землей откроют рынок сельхозугодий сельскохозяйственной земли которая по закону республики Молдова еще запрещена в Румынии уже разрешена в Венгрии единственная страна где запрещено поэтому Арбан плохой да плохой для Брюсселя и Вашингтона в отличие от Румынии у нас нет природных ресурсов нет золота нет нефти газа и так далее поэтому два основных ресурса их основная цель это забрать банки все ты забрал финансы тебе не важно кто рулит как говорил Ротшилл когда-то дайте мне финансы какой-нибудь любой страны мне не важно кто премьер-министр кто рулит страной король или президент выбранный всенародно поэтому нужно понимать что борьба на этих выборах идет за национальные интересы нужно просто приглядеться к каждому кандидату или когда возможность спросить слышь парень если тебе в Русселе прикажут открыть земельный рынок дашь откроешь а если ты поймешь что национализация банков лучше чем частные банки ты это сделаешь как частный бизнес да но если этот частный бизнес идет в ущерб моего государства я как государство беру в свои руки эту экономическую деятельность до тех пор пока страна выйдет из экономической разрухи потом посмотрим как будем возвращать в частный сектор ту или иную область экономики это очень существенно значит давай попробуем посмотреть на вопрос еще с одной стороны значит сейчас вот мы часто слышим такие призывы да не надо вообще на эти выборы ходить выбирать не из кого это все мол одно и то же и вот когда я слышу вот эту тему не участие то есть не хождение не вхождение в этот процесс у меня такое впечатление что опять же кто-то очень сильно постарался не только своей деятельностью но и скажем какими-то рекламными трюками и ходами чтобы ввести человека рядового в отчаяние да есть такая штука я часто говорил что вот в Библии в Ветхом Завете сказано самый большой грех есть даже не смертоубийство даже не клятва отчаяние абсолютно согласен и самый большой благодетель и как это сказать добродетель добродетель это надежда это надежда и поэтому когда мы смотри Виктор тут я смотри давай вот с этой точкой зрения выскажи я очень благодарен тебе за этот вопрос потому что вот скажем господин Воронин к которому я уважительно отношусь и его партия решили давай бокотировать вот я боюсь что это решение больше из-за личного отчаяния вот у нас шансы есть выиграть нет ну а тогда зачем идти на выборы мы все равно программ с одной стороны с другой стороны конечно есть очень серьезные юридические основания и политические ненавидеть эти выборы потому что они были сделаны через конституционный суд да это было неправильное решение да там сидят одни мерзавцы да это люди плохотнюка абсолютно согласен но открылась возможность скинуть этих ребят через президентский выбор помнишь знаменитая окно возможностей помнишь знаменитая окно возможностей да 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 вот не получится через президентские выборы не дай бог значит опять на демонстрации не получится через демонстрации значит на парламентские выборы все равно нужно действовать а не бездействовать не идти на выборы значит бездействовать с одной стороны с другой стороны мы же понимаем что чем меньше людей пойдут на выборы тем больше у этих ребят будет возможность фальсификации не только мертвые души а и отсутствующие как ты проверишь за тебя кто-то там автограф поставил или нет если ты и твоя семья не пойдет на выборы Золотой фон для махинации. Конечно, ты никак это не проверишь. Это с одной стороны. С другой стороны, вот когда мы сетуем, что нам плохо, все такое. Ребята, давайте поучаствуем. Ну, елки зеленые, давайте поучаствуем, если будем только ферезрителями. Пассивными, все плохо, все на нем нравится, все такие воры. Нет, не все. Не все. Внимательно приглядитесь в их лица, в их предвыборные платформы. И делайте правильный выбор. Идти нужно. Идти нужно. Потому что это огромный шанс для страны. И это может быть только первый шаг. И я еще раз говорю, что сейчас, если не дай бог проскочит или Майя, или Марьяну, я не знаю, как дотянуть до второго тура, и Марьяну будет очень трудно. Это значит, что это уже будет безвозвратная... Ну, я объясню по-другому. Окно захлопнулось. Смотри, я объясню по-другому. Слышь, окно возможностей. Очень печально, что эти ребята украли там 13 миллионов. Некоторые экономисты говорят, что в общем сложности это образуется в 50 чем-то миллионов, когда мы будем все это возвращать через процентами. Это так. Это очень большая беда, но это поправимая беда. Нужно понимать, что есть вещи в экономике, преступления или решения поправимые, а есть непоправимые. Когда мы говорим, что непоправимые преступления, которые готовят эти ребята, я повторяю, это захват банковской системы и захват наших земель. Я вам приведу пример опять из этой книги этого румынского автора. Он говорит, нам Советский Союз в 50-е годы предложил стать аграрным придатком СССР и вообще коммунистической страны. Мы отказались. Ну и нам разрешили выстраивать свою промышленность. Сегодня нам Евросоюз, говорит этот румынский автор, даже статус аграрного придатка ЕС не представляет, потому что наш рынок занят продукцией из западных развитых стран. Я к чему это говорю? Нужно понимать, что это не шутки. Если земля нашей страны становится частной собственностью зарубежных инвесторов, то это на вечные времена. Это хуже, чем проиграть войну. Потому что, смотри, Юра, что получается? Дело в том, что люди обычно как-то смотрят так. Ну, земля, ну, воздух, там, река, там, лес. Да это так, это вот походили, поехали. Люди не понимают, что земля – это больше, чем физическое понятие. Земля имеет свою память, в ней духи наших предков. В этой земле наши корни духовные. И если ты продал души своих предков, свои духовные корни, то есть ты продал землю, ты никто, ты перекати поле. Ну, смотри, я абсолютно согласен. Ты не народ. Я согласен с тобой, Игорь, Виктор, абсолютно. Абсолютно согласен. Смотри, что еще очень важно понять. Вот многие очень крупные экономисты, демографы, политологи привлекают внимание своих обществ в следующем. Я имею в виду о западных авторах, в первую очередь. На то, что к 20-25 году нынешнего столетия в мире разразится очень страшная продовольственная катастрофа. Нехватка продовольствия. Самая ценная вещь будет еда и вода питьевая. И тем самым земля. И поэтому земля не безразлично кому не предложить. Да, сегодня некому продавать, сегодня много проблем. Но эта земля должна остаться нашей, и мы должны ее эффективно обрабатывать. И защищать землю. Для того, чтобы сначала нам, нас себя накормить, а потом искать внешние рынки избыта. Посмотри, какой удивительный парадокс мировой. Раньше племена, народы воевали между собой за что? За землю. За землю, да. Потом как-то потихоньку-потихоньку пошла война за суверенитеты. Вот в чем современный неоимпериализм? Он в чем заключается? Он заключается в том, они подумали, Зачем нам брать эти колонии и территории? Иметь там рак мозгов? Отвечать за то население? Хочешь, не хочешь, раз ты взял, владей нами. Не проще взять элиту продажную. Там, 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 там. Скупить ее вместе с потрохами. И главное, суверенитетом. И править через суверенитет. И через экономические рычаги. Да, не торопитесь. Что такое суверенитет? Это собственность на власть. Как это собственность на материальные, на финансовые, на другие. И что, и к чему мы сейчас приходим? Мы приходим к тому, что у нас суверенитет отбирают. Вот все эти подписи Лянок, Шманок, все это, и братья, да. У нас суверенитет почти отобрали. Вот надежда, что еще окно возможностей открыто. И проголосовав за человека, который первый заявил, за что надо бороться и за что голосовать. За наш общий национальный интерес. И второй момент. Вот на мой взгляд, он очень важный. Будущее, вот у Игоря, видел лозунг какой? Молдова, Ари, Вейтор. Я бы даже усилил этот тезис. Я бы, ну то есть у Молдовы есть будущее. Я бы добавил. И это будущее принадлежит народу Молдовы. Я абсолютно согласен. Но знаешь, что еще интересно? Вот комплиментарь. Я вот писал года 3-4 назад, помнишь, я выступал в Академии наук, в академической лекции по поводу экономики или экономического суверенитета. Мне понравился вопрос, что Игорь впервые, по-моему, употребил вот это словосочетание экономический суверенитет. Фридрих Лист называл это даже экономический национализм в 19 веке. Помню знаменитую работу Фридриха Листа, отца протекционизма экономического. Но очень интересно, что некоторые, там у Додона реклама, допустим, идет, сильная экономика, потом православие. А это не разные вещи, это комплиментарные вещи, потому что экономику можно выстроить в той мере, в которой люди, которые правят страной, разделяют нравственные ценности. И мотивированные. А мораль не может быть автономной, она производная от веры, от чувства, ответственности перед Господом. Спасибо огромное. Нам показывают, что как это, вот как-то пошло-пошло, и, как всегда, времени не хватает. Но я говорю, что все-таки, несмотря ни на что, дорогие соотечественники, вот вдумайтесь в то, что сказал вам сегодня с экрана гость нашей программы, Юрий Рожко, человек, который, как я сказал, реализовал себя только на одну треть, и две трети ждут его дальше. И мне кажется, что он во многом есть отражение нашей судьбы. Мы тоже все реализованы только на одну треть. Две трети впереди. Две трети в нашем будущем, которое укореняется в наших духовных корнях, в нашей земле, в нашей ментальности, в наших предках и в наших святынях. Ни в коем случае не позволяйте никому убедить вас в том, что не надо идти на выборы. Сейчас перед нами открыто окно возможностей. И не дай Бог, чтобы мы его захлопнули сами, своими неразумными ручонками. На дворе осень, на дворе падают листья. Это падают и опадают наши иллюзии, наши благоглупости и наши никчемные мечтания. Впереди суровая зима, но за зимой всегда наступает весна. И поэтому давайте проголосуем за эту весну, за наше возрождение, за наше будущее. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич. Продолжение следует...